Всем привет! Меня зовут Роман Селиверстов и вы смотрите Real Work. Сегодня мы двинемся дальше и начнем работу над группой струнных. Мы продолжаем разбирать наш учебный микс. В прошлый раз мы поработали над ритм-секцией, а сейчас перейдем к скрипкам. Давайте послушаем группу скрипок соло и послушаем, что они играют. Субтитры создавал DimaTorzok Предлагаю начать с того, чтобы поправить дорожку басовых скрипок, сделанную в библиотеке Action Strings. Ноты там неровные по квантайзу и немного меня сбивают. Они ломают ритмический рисунок. Также поправим их по велосипеду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы слышите, что есть небольшие ритмические огрехи в конце каждой фразы. Бороться с ними мы будем уже на этапе сведения, когда перекинем файлы в WAV-формат. Двигаемся дальше. Теперь у нас есть басовые скрипки, которые ведут пульс вместе с ритм-секцией. Давайте послушаем их вместе. Пока оставим их так и посмотрим, что у нас идет дальше. А дальше у нас идут альты и первые-вторые скрипки. Подправим велосипеду. Велосипеду очень неровный и прыгает от ноты к ноте. Сделаем это в реальном времени, слушая линию альтов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу обратить ваше внимание, что все три части наших альтов идут все громче одна за одной. То есть они звучат все ярче и ярче и дают больше жизни и драйва в треке, ближе к коде. Должен также сказать, что когда мы работаем не с живым оркестром, а с библиотеками, надо понимать, что полностью живо это звучать не может. Но в этой ситуации очень хорошо спасает лейринг. Поэтому я продублирую линии альтов, пропустив их через библиотеку String Ensemble от Native Instruments. Это должно звучать гораздо живее и интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, вы наверняка слышите, что альты звучали мягче и плавнее. Теперь они лучше встают в микс. Давайте послушаем первые и вторые скрипки и посмотрим, что делать с ними. Первые и вторые скрипки дублируют альты, только октавой выше. Нам надо поправить у них ноту в конце, а также квантайз и велосити. Здесь я тоже хочу использовать лейринг и добавить скрипки от Native Instruments String Ensemble. Только это уже будут не альты, а первые и вторые скрипки. Послушаем, как они звучат вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! Вы видите, что даже без использования эквалайзера, компрессии или ревербератора скрипки стали плотнее. Библиотека от Native Instruments, звучащая в альтах и первых-вторых скрипках, объединила их. Есть проблема, которая очень давно обсуждается. Проблема в том, что разные библиотеки и инструменты, записанные в разных условиях и помещениях, несут разную длину и характер реверберации. Существует мнение, что для большей реалистичности стоит использовать группу инструментов, записанных в одном помещении. Да, действительно, если у вас живой оркестр, и он записан в одном зале, то он будет звучать монолитнее. Но в нашем случае, если не использовать лейринг и использовать, допустим, скрипки только из одной библиотеки, то да, мы решим вопрос с единообразием реверберации. Она будет звучать примерно одинаково. Но в целом трек точно не будет звучать мощно. Во всяком случае, я не слышал примеров подобного мощного и убедительного звучания без использования лейринга. Поэтому считаю, что лейринг стоит использовать как можно чаще. Чуть позже на сведении я покажу старый прием, которым можно склеить инструменты в миксе и немного скорректировать проблемы общей реверберации. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал MusicMag, подписывайтесь на мой канал, а главное помните, хороший звук, только с хорошими девайсами. И теперь вы знаете, где их искать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!